Берем полоску, вставляем вот в эту дырочку, нажимаем на вот эту кнопку вот так, а теперь на белую. Андрей уже сам может объяснять, как измерять уровень глюкозы в крови. Ему 6, 5 из них с диабетом. А дальше убираем полоску и выкидываем ее в носок. Чтобы организм усваивал глюкозу, нужно колоть инсулин. Этот аппарат сам определяет нужный момент. И можно без уколов, только с помощью помпы. Очень удобно, потому что график, допустим, сахаров он всегда виден. Отец мальчика Вадим Жигульский рассказывает, что помпы, расходные материалы им предоставляют бесплатно. Аппарат импортный, от чего семья сейчас и переживает. Вот сегодня у Андрюши ночью был низкий сахар, упал сахар. И помп, мы-то спим, помпа сама, замеряя сахар, она отключила ему подачу инсулина. Понимаете? А вот, допустим, российская помпа, она как гнала, так и будет гнать. Потому что еще не доработано, потому что еще, ну, мы немножечко отстаем в этом. И говорить о полноценном импортозамещении, наверное, не приходится. А Барнаулиц Денис входит в еще одну категорию, чья жизнь зависит от зарубежных лекарств. У него пересаженная почка. И санкции усложнили ситуацию. Сегодня как раз погуглил, есть ли аналоги заменителей данных лекарств, джейнериков. Их нет на данные препараты. Ну и хорошо, что их нет, потому что джейнерики в большинстве своем, они намного худшего качества. В регионах страны уже дана отмашка создать лекарственный запас на несколько месяцев. Об этом говорят в Екатеринбурге, Челябинске. Алтайский Минздрав не стал встречаться с нами по этому поводу. По его информации, Россия обладает достаточным запасом препаратов. Россия готова продолжать конструктивное взаимодействие с теми иностранными компаниями, которые не планируют ограничивать свою работу. Для них, в частности, продолжает действовать правило. Больше уровень локализации производства внутри страны, больше преференций. Пока все препараты вроде бы есть, но ярко выраженные дефектуры я не наблюдаю. Но мы еще как бы немножечко затарились. В основном доля импорта к отечественным препаратам 40 на 60. Наши лекарства шагнули далеко вперед. Их чаще выбирают пожилые, а молодежь доверяет зарубежным, говорят, в аптеке. Но если дефицита нет, то встает вопрос цены. Замечают ли ее рост? Нет. Пока еще не заметила, потому что я в аптеки не хожу. Я народными с вами лечусь. А известно что-нибудь, когда будет перерасчет, еще что-то? У нас не будет. У нас не будет. У нас не будет. Ситуация не критичная, но и не хотелось бы ее ухудшения. Ведь даже если препараты и аппараты отечественные, то ингредиенты и комплектующие часто зарубежные. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.